Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. У нас программа Концертный зал и сегодня рок-н-ролльная молодая энергичная команда Джей Гольф. И сейчас мы будем знакомиться с этими ребятами и с их музыкой. Сергей Мальчешников, лидер коллектива. Привет, Серёжа. Привет. Привет. Расскажи, пожалуйста, кто входит в состав команды. Знакомь нас. В состав команды у нас входит Алексей Магрюшов, бас-гитара. Можно чуть-чуть пошуметь, Лёша, потому что не все нас смотрят, кто-то слушает. Пасуха пошла, да, как мы любим. Отлично. Это реально играет он, это не запись. Я могу подтвердить, я вижу. Мы слышим. Так. Да, Лёша у нас человек очень импульсивный, взрывной. По гороскопу Овен занимался рукопашным боем. В общем, опасный элемент. Об этом Лёша только что узнал, судя по его выражению лица. Так, дальше. Он забывает иногда, у него там, ну, пропустил слева, было дело. Хорошо. Кто еще? Рассказывай. На барабанах. Ну, сегодня на кахоне у нас Александр Скалкин. Александр Скалкин, немножко постучи, пожалуйста, пока. Вот, отлично. Сегодня это ритм-секция. Спасибо. Саша у нас, кстати, КМС по кикбоксингу. Продолжается в спортивной линии. На спортике группа, да. Дальше гитара Женя Тиванов. Ох, красиво. Ох, душевно, ах, душевно, Жень. Давай-ка еще разик, а. Женя за романтику отвечает в коллективе, да? Романтика, да. Хорошо, спасибо, Женя. И еще одна гитара. И еще гитара Дима Чешов. Ну, это все, что мы умеем, в принципе, да. Как это звучит. Как бы во всех песнях такая партия, поэтому, да. Значит, рассказывайте, сколько лет команде, потому что мы не так много о вас знаем. Как все начиналось? Ты же помнишь? Иногда. Так, давай. Иногда вспоминаю. Сегодня тот день, Сереж. Сегодня тот день, да. В этом составе мы существуем, в принципе, достаточно недавно, около года. Ну, вот, Алексей со мной уже очень давно. У нас был раньше другой состав. Мы долгое время не выступали, ушли, так сказать, в студийную работу. И год назад собрались, заново решили всех порвать. Год назад, команде можно сказать год? Да, давайте так скажем. Значит, мы сейчас что будем слушать? Какие треки? Что это за песни? Новые или песни из того состава, когда вы были с Лешей вдвоем? Ну, мы были не вдвоем, конечно. Нас там были еще какие-то люди, да. Ага, какие-то люди. Из прежнего состава. Ну, здесь будут некоторые песни новые, некоторые старые, которые наши пока не многочисленные фанаты наверняка уже слышали. Давай сразу проясним вопрос с названием, потому что, ну, вероятно, это будет традиционный для вашей команды вопрос, и необходимо оттачивать нам ответ. Откуда появилось такое название? Хороший вопрос. Каков будет ответ? Долгая история. Мне нужно было срочно создать почту в Яндексе. И первое, что пришло в голову, это было гольф. Потому что у меня один друг играл в гольф, очень увлекался этим спортом. Но я смотрю, занято. Первую попавшуюся букву забили, получилось Джей Гольф. А потом это стало моим никнеймом. И как-то так уже пошло. Джей Гольф, меня все так называли. Мы решили команду назвать так же. Не заморачиваться. Слушайте, ну, это прекрасное название для того, чтобы потом выходить на международный уровень. Джей Гольф. Да. Звучит. Мировой тур команды Джей Гольф. Слушайте, здорово. Итак, начнем мы с какой песни? Анжелина Джоли. Смотрим, слушаем. Привет, детка. Смотрим. Смотрим. Анжелина Джоли. На всех фотках понятно четко, что ты похожа, как две капли воды. Во всех нотках моя разводка. Послушай меня. Послушай меня, Анжелина Джоли. Ну, время тебя, только время летит стрелой. Послушай меня, ты свихнулась, что ли? Ведь до любви уже подать рукой. Давай честно. Давай честно, тебе не место, но это все не передать на словах. Давай нежно, как неизбежно, я умираю у тебя на губах. Я сорву глотку, понятно четко, что ты похожа, как две капли воды. Во всех нотках моя разводка. Послушай меня, Анжелина Джоли. Упрямей тебя, только время летит стрелой. Послушай меня, ты свихнулась, что ли? Ведь до любви уже подать рукой. На всех фотках понятно четко, что ты похожа. Послушай меня, Анжелина Джоли. Упрямей тебя, только время летит стрелой. Послушай меня, ты свихнулась, что ли? Ведь до любви уже подать рукой. Послушай меня, Анжелина Джоли. Послушай меня, Анжелина Джоли. Джей Гольф, друзья, в концертном зале на телерадиоканале Страна ФМ. Ставьте лайки, даже если вас зовут не Анжелина. Сереж, расскажи о себе, как музыка появилась в твоей жизни и вообще из какого ты города. Это Мытища, если я не ошибаюсь. Мытища. Мытища, да. Я смотрю, вы покопались в грязном билье. Ну перестань, ну какое же оно грязное. Ты что, ты же молодой рокер. Итак, город Мытища, Подмосковье. Музыка как появилась в твоей жизни? Музыкальная школа или сам как? Рассказывай. Ну из музыкальной школы меня выгнали. В общем, наверное, с этого все и началось. Что стало причиной, скажи? Да я уже не помню, честно говоря. По какому классу учился? Ну я учился по классу гитары, но правда у нас небольшой городок. Так. У нас там не было преподавателя именно по гитаре. У меня был преподаватель по домре. Так. И вот он меня постоянно склонял купить домру вместо гитары. То есть ты изначально пришел с гитарой, он говорит, слушай, нет, парень, гитару не преподаю, давай домр, а там струн меньше или что? Как там? Ну из этой серии, да. Говорит, реже менять меньше струн. Ну зачем тебе, говорит, вот этот весь геморрой? Так. Ну и в общем-то как-то да. Домра мне не очень понравилась. Я ушел и, пожалуй, с этого момента началась моя карьера в музыке. Музыкальная ли у тебя семья? Пап-мама? Насколько имеет отношение к искусству? Косвенно. Очень любят искусство. Но профессионально занимаются чем-то другим? Профессионально, да, чем-то другим. Понятно. Значит, как появился у тебя профессиональный коллектив первый? Когда это было? В школе? После школы? Пятнадцать лет. Ох. Честно говоря, так давно это было уже. Ну ладно. Было пятнадцать лет. А какую музыку играли? Сочиняли ли сами? В начале играли «Гранж». Ага. Так. Очень нравилась «Нирвана». Многие выросли на «Нирване» тогда и играли их песни. Потом пытались, конечно, что-то свое играть. Пытались придумывать. Кто сочинял? Ну, сочинял все я. Музыку и стихи. Все. Музыку и стихи. Ну, как-то так исторически сложилось просто, да. Я, в общем-то, и стихи начал писать на спор в свое время. И на гитаре я научился играть на спор. Из-за девушки или что за спор это было? Да нет. Дело было так. В школе просто у нас учительница говорила, кто пишет стихи, давайте завтра приносите. Я говорю, ой, господи. Да те, кто пишет стихи, просто лохи. Так. Она говорит, да. А как же Пушкин? Ну, если ты такой крутой, говорит, попробуй напиши. Я говорю, да я если захочу, горы сверну. Она говорит, да, ну окей, тогда приноси завтра десять своих стихов или двойка в четверти. Я думаю, вот черт. Я всю ночь сидел, писал стихи. Я серьезно, это был первый мой опыт. Смотри, до этого ты читал какие-то стихотворения, я не знаю, по школьной программе. Тот же Пушкин, Есенин. Что-нибудь из этого Маяковский как-то тебя впечатляло или абсолютно был равнодушен? Абсолютно равнодушен был, да. Больше любил? Потом, когда начал уже писать стихи, ну пришлось что-то почитать. Мне очень нравятся до сих пор Маяковский, Бродский, Мандельштам. Такие поэты. О твоем становлении мы еще поговорим. Ну а сейчас, друзья, следующий трек. Что это будет? Это будет как раз наш первый сингл, который недавно вышел. Он называется «По шелкам». Смотрим, слушаем. Смотрим, слушаем. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Не надо сначала, ты не обжигалась, ты не отступала По долгам, как по шилкам, голыми ногами Никому я не отдам то, что между нами По долгам, как по шилкам, всё бесповоротно Оставляю облака, падаю свободно Сгореть, ну измерить, ломали колосья Во что ещё верить, когда ты смеёшься Последним закатом приделали крылья Прижали канатом, накрыли, накрыли По долгам, как по шилкам, голыми ногами Никому я не отдам то, что между нами По долгам, как по шилкам, всё бесповоротно Оставляю облака, падаю свободно La-la-la-la-la-la-la-la На-на-la-la-la-la-la-la-la По долгам, как по шилкам, голыми ногами Никому я не отдам По долгам, как пашилкам, голыми ногами Никому я не отдам то, что между нами По долгам, как пашилкам, всё бесповоротно Оставляю облакам, падаю свободно По долгам, как пашилкам Студия 89,9 Концертный зал Друзья, сегодня Джей Гольф играет на музыкальном корте телерадиоканала «Страна.ФМ» И продолжаем слушать современный рок-н-ролл Серёж, продолжаю я тебя расспрашивать Мы уже поняли, как у тебя возникла гитара в жизни Как появились песни Как вокал Откуда эта музыкальная школа сам учился? Преподаватель Что было? Рассказывай Да вокал как-то сам по себе подтянулся дальше Ну в карауэть-студию ходил в музыкалке? Как было? Нет Ну меня оттуда тоже как-то сразу вытурили Да, я к девочкам много приставал Это естественно А им это не нравилось Просто когда начинаешь играть на гитаре Сочинять какие-то песни, пытаться Петь-то нифига не умеешь ещё И всё начинает Твой господи, не пой там Подожди, это кто? Это родители сказали, что Серёга не надо в музыку? Родители вообще сразу сказали Никакой музыки Что сказали родители? Что, куда надо идти? Ну у меня в детстве была мечта стать хирургом И вот они говорили Давай, давай, давай Ну это стабильно, по крайней мере Стабильность, да Стабильность Деньги Все дела Как ты сказал, что всё-таки музыка это твоё? Какие аргументы приводил? Да я вообще не приводил аргументов Я просто целыми днями играл на гитаре и всё Это были все мои аргументы Что стало аргументом, что ты подался в социологи Если я всё правильно понимаю? Всё-таки покопались Ну рассказывай, рассказывай Нам из института социологии позвонили Сказали, наш парень придёт там Расспросите его там Да, засланный казачок, да Итак Ну, как оно там? Ну у меня вначале была идея Просто пойти сразу по музыкальной стезе Я, честно говоря, даже не хотел заканчивать институт Но потом подумал, что Бог его знает, где это может пригодиться Давайте-ка попробуем Я просто приехал в институт Говорю, куда-то-то вас можно Это где это было? Первый попавшийся Это было МГУ-сервис Я учился в Пушкино Так В области, да Ну, честно говоря, там как-то было всё Очень тривиально Я ткнул в первую попавшуюся специальность И попробовал, поступил, всё Слушай, ну а зачем? Вот для чего тебе это надо было, если ты выбрал уже когда-то себе Дорогу музыканта? Трудно сказать Что тобой двигало? Наверное, проще сказать, что Я тогда, может быть, и не знал, понадобится мне это в жизни, пригодится или нет Но сейчас я понимаю, что, чёрт возьми, очень пригодилось Значит, а у тебя как правильно называется профессия? Расскажи Я даже не знаю, честно говоря Ну, а что бы ты делал, получив диплом, тот, который получил? Ну, то есть, где бы ты трудился? Ну, наверное, отделение социальной защиты Так Без призорников пенал бы там всякие Вряд ли бы пенал, потому что без призорники бывают, знаешь, очень габаритные И их много Тебе в работе, в коллективе помогает ли твоё образование? Как социолога? Ну, как социолога, конечно Ну, иногда да, иногда бывает Водичку там принести, басисту, ещё что-нибудь Ребята, которые играют с тобой Все ли, значит, с дипломами музыкальных возов? Как вообще вы собирались? Так, парни, вот момент истины Ну-ка, давайте У кого есть дипломы музыкальных возов, поднимаем руки То есть, все в резюме набрали, да? Когда устраивались Пришлось, Серёж, пришлось Ну, вот, черт возьми, такая жизнь Жизнь, по крайней мере, интересная, это как минимум И мне бы хотелось понять, что вы задумали в плане музыкальной жизни? Сколько уже что-то задумали? Что-то задумали, да, люди, которые играют в современный рок-н-ролл Что вы задумали в плане пластинок, в плане клипов? Давайте вот об этом поговорим И сколько в настоящее время у вас песен в арсенале? Да, в арсенале, на самом деле, очень много песен Порядка, может быть, 30 на данный момент Твои песни, да? Мы ещё продолжаем писать, да Ну, песни пишу я По поводу наших планов на будущее Да, мы собираемся снять клип Я не буду пока говорить на какую песню Пусть это будет маленькой интригой Когда эта интрига откроется? Хотя бы Дай нам Хоть что-то Я думаю, что через пару месяцев После Нового года Мы посмотрим клип Ну, отойдём, да Ага Проснёмся То есть будете веселиться? Или от новогодних ёлок? Ну, я, наверное, поеду тренироваться в Таиланд На месяц Так И немножко выпаду из реалии Это боевые искусства или Какие тренировки у тебя в Таиланде? Муай-тай Муай-тай Слушай, ну об этом тоже мы поговорим Но сначала давай потренируемся в музыке Давайте Следующий трек Что это будет? Объявляй Это будет Мегаполис Лирическая песня Поехали Улетает, не догонишь То, что было небесами Ты меня уже не тронешь Ни улыбкой, ни губами Я когда-нибудь узнаю Оглянусь непроизвольно Ничего не обещаю И, наверное, будет больно Я должен идти Ты должна остаться На мне по пути Мне уже задаться Закончится ночь Проснется Мегаполис Я должен помочь Забыть тебе мой голос Я должен идти Я должен идти Я должен идти Угасает не успеешь Ты можешь Можешь даже не пытаться Ты, конечно, не умеешь Не умеешь ты сдаваться Просто зачеркнем ответы Знаешь это добровольно Я должен идти В спину врежутся рассветы В спину врежутся рассветы Я должен идти Я должен идти Я должен идти Ты должна остаться Но мне по пути Мне уже задаться Закончится ночь Проснется Мегаполис Я должен помочь Забыть тебе мой голос Я должен идти 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok На самом деле тот редкий случай Когда фильм на меня произвел Гораздо большее впечатление Чем книга Хотя там немножко был изменен сюжет Как вы помните Может потому что книгу я прочитал уже потом Под воздействием впечатления от фильма Под впечатлением от фильма Это тогда просто перевернуло что-то Переключило у меня в голове И я по-другому посмотрел Вообще на драки, на бой, на жизнь Да, я в те годы занялся боксом Какое-то время вначале по боксу выступал По любителям Потом пришлось заразать Это у себя в городе там, да? Все это было? Ну да, в Москве, в метищах На открытых рингах и так далее Каких-то регалий у меня нету Для меня это было просто хобби Сначала это был просто бокс Классический английский бокс Было дзюдо Но меня там дисквалифицировали На первых же соревнованиях Поэтому дзюдо закончилось на этом А потом мне стало интересно Развиваться дальше Потому что любой спорт Не знаю, любая дисциплина Пожалуй, такая боевая Она вообще, в принципе, помогает по жизни В плане самодисциплины В плане того, что вы каждый раз Что-то новое именно в себе открываете Выковываешь характер, безусловно Так И это тоже, да Я занялся тайским Потом ММА И сейчас вот Уже у меня такая традиция В январе обычно езжу В Таиланд, на Пхукет Тренироваться То есть там кемпы, да? Ты в какой-то кемп приезжаешь? Да, там есть несколько любимых кемпов Так что И в течение месяца с тренером Или как это все происходит? Команда какая-то? Может быть, ребята с тобой ездят Вы заодно еще репетируете? Ну, пока отмазываются Но я думаю, скоро я их все-таки Возьму в охапку и поедем Ну, скажи, в это время Ты только тренируешься Может быть, медитируешь Или сочиняешь новые песни Как это вообще происходит? Ну, вы знаете Новые песни обычно Ну, по моему опыту Во всяком случае Приходят тогда Когда Либо в жизни Какие-то перемены происходят Либо ты влюбляешься Либо Просто ни с того ни с сего У тебя какой-то всплеск внутри И Возникает какое-то Необыкновенное состояние Какое-то настроение Необычное И его очень хочется передать И можно написать тысячу книг Но словами вы это Никогда не сможете сказать Эмоционально с ней А музыкой сможете Да Сразу пишешь Стихи, мелодию Или как-то у тебя По очереди это все По-разному бывает Чаще всего у меня Знаете как Приходит какая-то Одна фраза Я как будто цепляюсь Вот за это настроение Да Я думаю Блин Классно И дальше я уже беру гитару И начинаю из этого состояния Что-то Что-то придумывать А иногда бывает Просто с группой Играем Раз кто-то Какой-то клевый риф Придумал И вокруг него уже дальше Все настроение строится Слова сами подтягиваются Чтобы закончить с темой Боевых искусств Расскажи людям Которые может быть Ну Не думали раньше в эту сторону Заняться Не заняться Что в этом привлекательного Для тебя Кроме того Что ты выковываешь характер Что еще Вот именно Тайский бокс Ну на самом деле Это единственный способ Дисциплину в группе Поддерживать Потому что Это они сейчас тихие А на репетиции Там просто жесть То есть Ты снимаешь Вернее надеваешь перчатки Сначала успокаиваешь И потом уже Снимаешь Садишься за гитару Ну примерно так Все и происходит Ребят Я по вашим глазам вижу Что он говорит Абсолютную чистую правду Вы прям как были На репетиции Ну по ним видно Понимаешь По ним видно Синяков нет Значит все в перчатках происходит Загримировали Да Так Но не загримировать Песни Которые звучат В исполнении Команды На телерадиоканале Страна ФМ Что будет у нас На этот раз Следующая песня Будет Долгий день Поехали На остановках Сонного города Новый день Врезается в голову Мне иногда так нужно Дотронуться До ее спины Я не люблю Системы слежения И бью всегда На опережение Мне уже абсолютно Ясно Что мы Причины Это долгий Долгий день Это белый Белый пол Кто-то Вскрыл Мою инфу И сливает Винтерпол Это Медленная Ночь В оголенных Проводах Если Оборвется Скач Вряд ли Все В моих Руках Вряд ли Все В моих Руках Вряд ли Все В моих Руках В остановках Сонного города Новый день Врезается В голову И на пяток Нужно Дотронуться До ее Виска Я раньше думал Все между нами И вряд ли Там Останутся Шрамы Я раньше думал Никто Не сможет Разбить Мои Войска Это Долгий Долгий День Это Белый Белый Пол Кто-то Вскрыл Мою Инфу И Сливает Винтерпол Это Медленная Ночь В оголенных Проводах Если Оборвется Скач Вряд ли Все В моих Руках Хей Хей Вряд ли Все В моих Руках Хей Хей Вряд ли Все В моих Руках Вряд ли Вряд ли В моих Руках Долгий 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 День Этот Белый Белый Пол Кто-то Вскрыл Мою Инфу Это Долгий Долгий День Это Белый Белый Пол Кто-то Вскрыл Мою Инфу И Сливает Винтерпол Это Медленная Ночь В оголенных Проводах Если Оборвется Скач Вряд ли Все В моих Руках Это Долгий Долгий День Вряд ли Вряд ли В моих Руках Эй Эй Это Долгий Долгий День Друзья День Постепенно Превращается В музыкальный Вечер Джей Гольф На телерадиоканале Страна ФМ Вряд ли Все в твоих Руках Веришь ли Сережа В судьбу Расскажи Знаете Трудный вопрос Для меня Я Привык Верить В то что Все таки Все в моих Руках И все Зависит от Меня Но Иногда В жизни Бывают Такие Моменты Которые Доказывают Тебе Обратное Когда Кажется Еще один Шаг И Все Развалится И ты Упадешь Куда-то В пропасть А бывает Когда Ну казалось бы Ты уже Сделал Все что мог Все Сил больше Нет И Неоткуда Ждать Помощи И Вдруг По щелчку Пальцев Как будто Какая-то волна Тебя выносит Вверх И все Классно С музыкой Как у тебя Вообще Всегда ли ты Уверен в себе Во всех Своих Проявлениях В написанных Песнях В аранжировках Кто кстати Ими занимается Расскажи С аранжировками Ну мы в принципе Сами занимаемся Но есть у нас Еще один человек Наш сам Продюсер Можно сказать Его с нами Сегодня нет К сожалению Он смотрит Слушает Ну я надеюсь Да Надеюсь Что слушает Надеюсь Что не хватает Сейчас за голову Что там С аранжировками Мы понаделали Итак Расскажи Во всех Ли своих Музыкальных Проявлениях Ты уверен В песнях В том Как все звучит Доволен ли ты Тем результатом Который получается На данный момент Ну хотелось бы Сейчас соврать Сказать Я уверен в себе Я как бы вообще Никогда не сомневаюсь Но наверное Человеку свойственно И ошибаться И как следствие Сомневаться В том Что вы делаете Просто Наверное Это Некая погоня За состоянием Иногда Бывает Что У вас Что-то Получается Вы думаете Да Черт возьми Это круто Это просто Мега Да Вы ловите Кураж Вас Распирает И В такие моменты Ничего меня не может Остановить Просто Ничто не может Ну а вообще Как В одном Известном Фильме Было Сказано Кто Больше Знает Дурак Или Мудрец Да Дурак Мудрец Во всем Сомневается Мы Мы тоже Сомневаемся Не знаю Делает ли Нас Это Мудрее Но тем Не Менее Когда Вы Сделаете Мини Альбом Расскажи Планируем Ну не позже Наверное Не позже Весны Его уже Выпустить Песен пять Сколько там Будет Больше Я думаю Там будет Семь или восемь Песен В принципе То что уже Практически Сделано Вот Может за это Время Мы Поэкспериментируем И запишем Еще какие-то Пару новых Песен То есть Смотри Получается Что пока До весны Это дойдет Может быть И не Мини Альбом Будет А полноценный Может даже Двойной Альбом Да ты что Ну Если песен Тридцать У тебя Ты говоришь Есть То что же Держать Может быть Да не успеем Сделать Я думаю Тридцать песен Как звук Режиссера зовут Дима зовут Дима Ну успеем Все свести Да Дим Кивни пожалуйста Там у приемника Следующая песня У нас какая Расскажи О ней немножко Следующая песня У нас называется Девочка Модель Как она появилась При каких обстоятельствах При каких обстоятельствах А там все в песне Давайте узнаем Поехали Крутые тачки Только для тебя Я как всегда Гоняю по встречке Гумурная девочка Сама за себя Я нажимаю на круг Осечка Короткие танцы Под бешеный бит Твое постоянное место работы Я долго пытался На это забить На все твои кастинги Съемки Залеты Хей Девочка Модель Наверное я и ты Нереальный сюжет Хей Девочка Модель В этих отношениях Серьезный бюджет Кофе в постель Как-то виновата Смотрим в глаза Улетай стрекоза Прочь из моей жизни Мне надоел видеть тебя в неближе Все чаще в журналах Все реже со мною И вся твоя жизнь В инстаграм и в жиже Ты просто забыла Что нас с тобой вдвое Ееееееее Хей Девочка Модель Наверное я и ты Нереальный сюжет Хей Девочка Модель В этих отношениях Серьезный бюджет Эй Кофе в постель Ты как-то виновата, смотрим в глаза Улетай, стрекоза, прочь из моей жизни, прочь из моей жизни И ты стоишь перед воротами в рай, а я стою перед воротами в сока Прощай, малышка, но не унывай, девочка с обложки, это тоже неплохо Если не только от постели, зависит твоя карьера модели Если не только от постели, зависит твоя карьера модели Но, эй, девочка-модель, наверное, я и ты нереальный сюжет Эй, девочка-модель, у этих отношений серьезный бюджет Эй, кофе-постель, ты как-то виновата, смотрим в глаза Улетай, стрекоза, прочь из моей жизни, прочь из моей жизни Девочка-модель, девочка-модель Прочь из моей жизни, прочь из моей жизни Девочка-модель, девочка-модель Будем надеяться Размышляешь пока, да? А, кстати, ты индивидуально принимаешь решение о трек-листе пластинки Или ребята тоже имеют право внести свои предложения? Ну, право, конечно, имеют Но не более, да? Дальше Название у пластинки есть? Название? Да мы не придумали еще пока Может, просто одноименно, джей-гольф и все Ждем, друзья Весной обещают выпустить Кстати, это будет на электронных носителях Какие-то диски, вот пластиночки такие лазерные Если честно, не думали еще над этим Мечта, конечно, выпустить на кассетах На всех носителях Для граммофона, да, там, для патефона Да, все эти носители мы знаем, да Вы расскажите вот что Где можно получать самую точную, самую актуальную информацию о вашей команде? В каких соцсетях, где наиболее вы активны? Ну, мы наиболее активны, пожалуй, в Instagram J-Golf Music Либо группа ВКонтакте J-Golf Найти нас, в общем-то, очень просто По поводу концертов Начинается декабрь Такой хороший месяц для музыкантов Самое то Где вас искать, кроме частных мероприятий? Ну, вся информация о концертах Обычно выкладывается у нас в группы В группах, точнее Ближайший будет, кажется, 9-го В воскресенье Lionheads Pub Мы там будем выступать В полдевятого, да? Но вся информация Всю информацию можно найти В Инстаграме, да Можно посмотреть В Инстаграме, ВКонтакте На концерте Что у вас добавляется? Я так понимаю, еще Большая ударная установка Что-то, может быть, еще Какие-то еще инструменты? Штуховая секция Или клавишная Там что-нибудь Подтанцовка, да? Перкуссия Как вы шумите на концертах Расскажи Ну, прежде всего, да Это жесткая и брутальная Барабанная установка Это жесткие гитары Вместо акустики Женя перестает быть романтичным Становится таким В общем Жестким Ну, не надо, не надо Да, на концерте Мы, конечно, звучим по-другому На самом деле Это наш первый опыт В плане акустической программы Ну, она у нас такая Сегодня полуакустическая Как видите Кахон Акустики Электрогитары По поводу репетиций Как часто собираетесь? Как для тебя это важно? Ну, для меня это важно Потому что, мне кажется Нет предела совершенству Всегда есть над чем работать Плюс на репетициях Часто рождаются Какие-то очень Клевые моменты Риффы За которые можно зацепиться И потом написать Одну или даже Несколько песен Мне больше вот этот процесс Нравится Меня это увлекает А студийную запись любишь? Как относишься к ней? Да, студийную я тоже люблю Но это все-таки, наверное Два совершенно разных Таких мира Но зрителей нет Как минимум Да, тут В студии, наверное Все-таки больше Ты погружаешься В такое Самобытное творчество Но там меньше драйва То есть Да, ты там можешь Войти в какое-то состояние Вроде медитации Тебе никто не мешает Можно попробовать Кучу вариантов И время не ограничено А на репетиции Там Тебя сразу захватывает Вот эта вот волна Драйва И ты думаешь Да какие к черту Там еще раз давайте По поводу фразы Время не ограничено Я могу сделать заключение Что студия у вас своя Ну пока нет Но во всех студиях Куда мы приходим Нас обычно очень любят И не выгоняют Хорошо Спасибо вам за это Спасибо Вы правильно делаете Инвестируйте в рок-н-ролл Следующая песня Расскажи Что это за произведение Следующая песня У нас будет Ближе Так Ее история Есть какая-то? А, я помню Это была Поздняя весна Мне очень нравилась Одна девочка И мы с ней Как-то Так быстро Сблизились Мне снесло крышу Сергей Сердцеед Мальчишников И группа Джей Гольф Продолжают концертный зал Ближе Похоже самое Время сломать Границы Твои пароли Полетели Ко всем чертям Я просто знаю Как цепляют Твои Ресницы Ну что ты снова Привязалась К моим губам А мы Похоже Заигрались Успеть Или вовсе Потронься До меня Смотри На меня Хочешь Притворимся Небом Хочешь Завернемся Небом Хочешь Я дойду До точки С тобой С тобой Ближе Я тебя Не слышу Ближе Так часто Дышишь Ближе Ты танцуешь Лето Со мной Со мной Похоже Самое Время Сломать Запреты Давай Поставим Ник и Бек И Джим И Ракуай Тебя Найдут Мои Кроватые Ракеты Когда Зальемся Вместе Ближе Ко мне Давай А я Не знаю Почему Ты Срываешь Мне Башню Потронься До меня Смотри На меня Хочешь Притворимся Небом Хочешь Завернемся Небом Хочешь Я дойду До точки С тобой С тобой Ближе Я тебя Не слышу Ближе Как часто Дышишь Ближе Ты танцуешь Лето Со мной Со мной Со мной Со мной Ближе 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 Хочешь Притворимся Небом Хочешь Завернемся Небом Хочешь Ближе Я тебя Не слышу Ближе Как часто Дышишь Ближе А хочешь Притворимся Небом Хочешь Завернемся Небом Хочешь Дойду До точки С тобой С тобой Ближе Я тебя Не слышу Ближе Как часто Дышишь Ближе Ты танцуешь Лето Со мной Со мной Со мной Со мной Ближе 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 Ты танцуешь Лето Со мной Со мной Студия 89,9 Концертный зал Дамы и господа Мы продолжаем программу концертный зал на телерадиоканале страна FM Джей Гольф сегодня у нас в гостях Мы слушаем современный рок-н-ролл Ребят, на каких концертах сами любите бывать? С удовольствием ходите как фанаты? Есть такие команды? Расскажите Ну мы очень любим такие команды как Nickelback Dotri Ну и в общем-то Все ежи с ними Lifehouse Нам нравится Да на самом деле Есть очень много классных команд Просто честно говоря Не хватает времени на каждую из них попасть А что-то из русскоязычной музыки есть в этом списке? Из русскоязычной? Вы знаете, вот Я наблюдаю периодически за творчеством русскоязычных исполнителей Я слышу, что да, очень клевые вещи какие-то там бывают Мне просто как-то ближе зарубежная музыка А если говорить о наших русскоязычных командах Ну не знаю, пожалуй Одна из групп, на которых я вырос Которую до сих пор я считаю вне времени Это группа кино Мне кажется, они очень много сделали для развития именно русской музыки То есть можно понять, чьи песни ты подбирал, когда взял впервые в роке гитару в мытищах Я так и не подобрал, честно Не подобрал, да? До сих пор Хорошо Значит, хотелось бы вот тебе спросить Как пишущего человека Сочиняешь ли ты стихи? Может быть, пишешь не только тексты для песен Но есть и стихотворные произведения Которые когда-то, возможно, выпустишь Может быть, книжкой или в интернете будешь издавать Сто лет уже не писал стихи, честно говоря Ну да, начиналось-то все с этого Даже издавался я в каких-то там сборниках Я сейчас уже, наверное, не вспомню Это было так давно У меня была идея выпустить книгу, но потом что-то я подумал, что, наверное, мировоззрение еще тысячу раз изменится А потом я буду это читать и думать, черт Ну это срез того времени, того возраста Да, согласен Это в любом случае ценно, потому что это история вашей жизни Вспомнишь себя того возраста В общем, пока не издаешь, пока только аккумулируешь, я так понимаю, стихи Да и давно уже не пишу стихов, на самом деле Если я что-то пишу, я уже стараюсь подобрать какой-то ритм к этому Уже пытаешься сделать из этого музыку Если не получается, я просто выкидываю это и все По поводу иностранных групп, ты сказал, что тебе многие из них нравятся Но учитывая название ваше, Джей Гольф Есть ли планы по захвату всего мира музыкального? Есть ли задумки, может быть, песни перевести на английский Или, может быть, ты в состоянии писать сразу стихи на английском Об этом расскажи Ну вообще, план по захвату всего мира – это основной план Он у нас даже в студии висит, на стене Ну вот давай, какие шаги Передвигаем шашечки потихоньку На английский язык я пока не планирую переводить песни Может быть, позже мы попробуем это сделать Но пока такого в планах нет Русскоязычную музыку в массы Пусть они нас слушают На следующий год, есть ли какие-то предложения по музыкальным фестивалям, проектам? Что ждет ваша команда? Вы знаете, предложений очень много поступает И надо их как-то фильтровать То есть думать, что вот здесь мы, наверное, не совсем впишемся Вот сюда мы не доедем, а сюда просто лень ехать Поэтому ничего пока не могу сказать на эту тему внятного Ближе к делу Как относитесь к тому, что сейчас в таком музыкальном тренде рэп-музыка? Вот все-таки у рокеров интересно узнать мнение Ребята опять проспорили Я говорил, что будет этот вопрос Ну а как все-таки Вы же со своей колокольни взираете на все происходящее Ну как вам сказать Я никогда не фанател от рэп-музыки Но молодые команды, которые сейчас появляются Они очень так активно и агрессивно захватывают аудиторию И вы просто обязаны с этим считаться Вы никуда от этого не денетесь Многие сейчас уже называют там не рок-музыкой свободы А рэп-музыкой свободы Потому что до данный момент может быть там Да, там есть такой протест совсем такой же Неприкрытый, оголенный Ну прям совсем на грани Но для меня все равно Рок-музыка всегда будет музыкой свободы И черт возьми Это круто же Молодец Друзья Джей Гольф на телерадиоканале Страна ФМ Ребят, удачи вам Выпуска альбома от всей души желаю Клип, не забывайте Ну и чтобы все планы по захвату мира были реализованы Спасибо за этот концерт И финальная песня Что это? Сорваться Полетели Никогда не спрашивай меня Почему во сне я разбиваю руки стену Жизнь моя короткая петля Затянула, затянула Пережатые вены Когда настанет день Сорваться С высокой крыши небоскреба Мне больше нечего бояться Но если хочешь, то попробуй Когда настанет день сорваться С высокой крыши небоскреба Я буду просто улыбаться Чтобы у тебя все было Чтобы у тебя все было Чтобы у тебя все было Никогда не спрашивай зачем На груди плакат Нирвана Вместо Гуччи и Прада Стану кем угодно, но не тем Кто живет и умирает Потому что так надо Когда настанет день Сорваться С высокой крыши небоскреба Мне больше нечего бояться Но если хочешь, то попробуй Когда настанет день Сорваться С высокой крыши небоскреба Я буду просто улыбаться Чтобы у тебя все было Чтобы Когда настанет день Сорваться С высокой крыши небоскреба Мне больше нечего Мне больше нечего бояться Но если хочешь, то попробуй Когда настанет день Сорваться С высокой крыши небоскреба Я буду просто улыбаться Чтобы у тебя все было Чтобы у тебя все было Чтобы у тебя все было Студия 89,9 Концертный зал